Знакомство с Центром подготовки и развития персонала у учащихся профильного класса СОЭК фонда Андрея Мельниченко началось с викторины. Ребята вспомнили название первой шахты на территории Кольчугина, а также того, кто открыл на территории города Кемерово каменный уголь. Также выяснили, по каким профессиям проходит обучение в Центре подготовки и развития персонала и в каких регионах находится предприятие компании СОЭК. Я уже выбрал для тебя то, что я буду работать в СОЭКе. Почему? Потому что это реально настоящие хорошие возможности дальше жить по жизни. И у нас вся семья связана с СОЭКом. Далее ребята побывали в лабораториях, компьютерных и тренажерных классах и смогли попробовать себя в роли настоящего шахтера. Надев очки виртуальной реальности, вооружившись жестиками, они спустились в забой учебно-тренировочного тренажера «Виртуальная шахта». Мне нужно было найти неисправности и доложить о них. Нашел все? Нет еще. Вот мне сейчас нужно о датчике метана доложить. Это не просто сидишь и на кнопке нажимаешь, а прям как будто там находишься. Напомню, что профильный класс СОЭК образован на базе школы номер 20. Помимо общеобразовательных предметов, раз в неделю ребят проходят дополнительные занятия в Ленинск-Кузнецком горно-техническом техникуме. По пятницам они занимаются в Ленинск-Кузнецком горно-техническом техникуме и в практических лабораториях что-то делают руками, узнают что-то новое о будущей своей профессии. И примерно где-то раз в месяц мы их забираем к себе на территорию компании, показываем и знакомим их с АОСО и Кузбасс, с производственными единицами и проводим различные с ними мероприятия. Это спортивные, воспитательные, профориентационные. Такой комплексный подход в подготовке кадров уже со школьной скамьи поможет готовить высокопрофессиональных специалистов. Молодые люди уже сегодня должны понимать, что успешная учеба даст им возможность стажироваться и получить достойную работу в компании СОЭК после завершения обучения.